Здравствуйте, друзья! С вами Дарья Сергеевна Лысенко, педагог дополнительного образования Дворца Творчества Всеволожского района. И сегодня мы с вами продолжаем обучение по общеразвивающей программе «Мои каникулы онлайн». Работать мы будем в программе «Терраджен-2». Снова кликаем два раза левой клавишей мыши по нашему ярлыку и выбираем пробную версию. Обязательно мы должны развернуть нашу программу, чтобы все функции были доступны. На прошлом занятии мы с вами создавали фрагмент «Чудо-остров», а на этом занятии мы с вами сделаем бесконечные горы или равнины, кто как захочет. Итак, мы будем снова использовать вкладки, наверху которой, и мы должны с вами создать землю. Выбираем вкладку «Терран», кнопка «Add Terran», «Power Fractal», если вы хотите сделать бесконечное пространство. Пока компьютер рендеринг проводит, генерирует, мы должны с вами выбрать кнопку «Renders» и выбрать «Quick Render», «Быстрый рендеринг». Вы, конечно же, можете оставить и большой рендеринг, но просто это будет происходить очень долго. Рендеринг, который «Quick», он делается 3-5 секунд, а вот «Full Render» он будет от 5 до 30 минут создаваться. Вот такая сейчас у нас равнина. Я напомню, что мы с вами можем использовать клавишу «Alt», мы можем зажать левую клавишу мыши, видите, я разворачиваю в сторону, вверх, вниз нашу равнину. Если я зажму клавишу «Alt» и правую кнопочку мыши, то я могу тоже, видите, приподнимать, либо отдалять, зажав колесико мыши, либо приближать нашу поверхность. Итак, теперь нам нужно с вами настроить цвет. Для этого мы выбираем следующую вкладку. У нас с вами здесь есть «Base Color» узел, и мы с вами должны его выделить. И здесь у нас есть клавиша «Color» – «Основной цвет». Вот он у нас. Мы выбираем, ну, например, здесь вы можете свой цвет создавать. Я выберу сегодня вот такой цвет. Не пугайтесь, пока что он залит полностью, поэтому нам нужно сейчас еще один узел создать, чтобы был следующий цвет. Для этого выбираем «Add Layer» и выбираем «Surface Layer», то есть второй узел. Вот он у нас выбран, и мы снова настраиваем цвет. Но сегодня возьмем черный, ну, наверное, и чуть-чуть темнее хочу выбрать оттенок. Итак, видите, два слоя у нас готовы, но мы должны обязательно настроить ограничения по высоте, там, где трава у нас не будет расти, и проглядывать будут вершинки. Для этого мы выбираем «Altitude Contrast», вот она вкладка, вторая. Нажимаем галочку «Limit Maximum», и вместо 1000, ну, давайте попробуем 730. Эта цифра обозначает там, где у вас, видите, на вершинках не растет трава. Трава у вас будет вокруг. В следующую вкладку тоже ставим «Limit Maximum», вместо 60 поставим 40, вместо 20 – 10. Это значение, как смешиваются наши цвета. Этип-рендеринг все еще происходит. Итак, пока компьютер у нас настраивает, мы с вами добавим объект. Для этого вверху вы можете выбрать «Object», вот она у нас кнопка, «Add Object», «Object», и нам нужна планета. Вот она у нас, «Planet». Кликаем левой клавишей мышки, и вот наша планета появилась. Объекты в программе «TerraGen» обозначаются вот таким параллелепипедом желтым. Вы должны навести мышку в серединку, кликнуть левой клавишей, тогда появляются вот такие оси. Я навожу в серединку, зажимаю левую клавишу мыши, и чтобы наша планета была на небе, мы ее сюда поместим. Клавишей «Alt» можно немножечко развернуть, чтобы небо было больше видно. И обязательно под 3D-областью мы должны нажать на первую кнопку. Это инструмент, который позволяет зафиксировать камеру, и рендеринг проходит гораздо быстрее. Итак, сейчас мы с вами запустим буковку «R», «Render». Проверим, есть ли у нас объект на нашей сцене. Да, вот видите, вот наш объект уже появился. Сейчас мы с вами импортируем объект, добавим на нашу сцену старый кедр. Для этого мы снова находимся на вкладке «Object». Я уже закачала заранее, скачала в интернете, нашла подходящий для нас компонент этот старый кедр. Итак, как это сделать? Кнопка «Object», «Add Object» и снова «Object». А теперь мы должны выбрать «TGO Reader». И в папке «Каникулы» я для работы, вот у меня есть папка, заготовила здесь, видите, вот здесь у нас расширение «TGO». Вот, и вот он. Сейчас появится наш кедр. Вот, видите, загрузился. Единственное, обратите внимание на нижнюю часть. Видите, сейчас Skyl – это размер. То есть кедр у нас 1 см. Мы его будем очень долго с вами искать и вряд ли увидим. Поэтому давайте мы сейчас по 100. Размер будет у нас 100. И вот, смотрите, видите, у нас вот здесь появляется какой-то прямоугольник, параллелепипед. Можем даже сейчас сделать рендеринг. Скорее всего, наш кедр закроет часть экрана. Давайте посмотрим. Мы его всегда можем переместить. Итак, мы запустили рендеринг. И что же у нас с вами получается? Планета, цвета. Эти кедры даже не видно. Итак, чтобы это исправить, я зажимаю клавишу Alt. Можно переместить и планету, еще вот так вот направить. И вот наш кедр. Вот красная, видите, стрелочка – это вправо-влево, зеленая – вверх-вниз, а синяя – это удаленность объекта. Итак, нажмем обязательно нижнюю кнопку. И нужно пока что подождать, пока что зафиксирует компьютер, запишет положение сцены. Мы с вами поменяли, мы поменяли объекты. Я немножко сместила планету. И кедр тоже сейчас у меня здесь, видите, вот он с левого края. Итак, ну давайте попробуем запустить рендеринг. Финиш рендеринг появился. Итак, вот он уже, макушка кедра есть. Только, видите, он у нас оказался за горой. Поэтому сейчас мы можем вот так вот наклонить, прокрутить от себя. Это мы сейчас камеру с вами меняем. Так как не видно небо, сейчас он не успевает рендерить. Очень тормозит, потому что... Так, поближе сюда. Вот таким вот образом. Мы притянем еще поближе. Итак, мы сделали очень много сейчас движений, поэтому, видите, только 40% детализации прошло. Но терпение обязательно в 3D-программах необходимо, да, в любых программах. Поэтому компьютеру нужно немножечко времени, чтобы все зафиксировать. Мы с вами сейчас дождемся финиш рендеринга и посмотрим, что же у нас сейчас получилось. Вот у нас команда прошла. Окей, я смещаю планету. Вот он, но он очень маленький. Можно еще больше сделать размер. Не 100, а 300, например. Сейчас, вы видите, прямоугольник. Это я сейчас длину сделала. Ну, здесь, наверное, будет достаточно. Вот так. Ну-ка. Скорее всего, он у нас, конечно, сейчас подзакроет все пространство. Но посмотрим, потому что ракурс я уже много раз поменяла в направлении камеры. И как вы ее поставите, эту камеру, так он и будет фиксировать. 80. Вот он у нас замечательно получился. Вот, видите, потому что он должен откуда-то расти. Вот сейчас у нас все объекты на сцене. Мы с вами еще импортируем дракона. Для этого выполним снова команду. Object у нас есть. Add object. И мы должны с вами выбрать опять object. Вот он. Object reader. Видите, object reader. Другую команду мы используем. Object reader. Снова я нахожусь вот в object. И возьмем дракона. Дракон. И говорим да. Итак, наш дракон. Он снова очень маленький. Давайте пока по 100. А там, если что, мы добавим. Просто, чтобы мы могли его обнаружить. Вот, видите, какой-то прямоугольничек такой у нас получился. Можем даже сейчас с вами посмотреть. Вот он у нас с этой стороны. Вот он, видите. Сейчас глянем. Как же этот дракон у нас выглядит на нашей здесь сцене. Чем больше объектов, тем, конечно, дольше он будет прогружать. Ну-ка, рендер. И пробуем. Как всегда по слоям. Видите, по точкам он грузит. Вот, вот он маленький дракошечка у нас. Давайте мы его все-таки еще поднимем. И все-таки мы его увеличим. Давайте до 250. Видите, так. Потому что компоненты. Почему такими маленькими сделала? Чтобы они могли прогрузиться. Потому что, если бы сразу я поставила такой огромный размер, потом бы мы с вами долго-долго ждали рендеринга. Поэтому лучше, конечно, всего, вот как я видите, скайл это размер. Вот еще вы можете повернуть объекты. Rotate. Вот она команда. Это поворот. В данной программе это тоже работает. Любой объект вы можете повернуть. Видите, вот у нас пока что грузится. Вот здесь у нас объекты. Видите, планет мы добавили. Вот мы можем выделить в любой момент. Планету, например, тоже можем ее изменить размер. Тот же вот кедр я выделила. Вы можете его повернуть. Можете снова изменить размер. Ну и так, давайте посмотрим. Рендер обязательно нажимайте. Не забывайте. Иначе он не будет грузиться. И компьютер не поймет, что же вы хотите. Вот наш дракон, он как раз подошел к нашему кедру. Вот такая работа у нас уже сегодня с вами получилась. Также вы можете на кнопке атмосфера, вот она, выбрать вкладку Add. И здесь вы можете выбрать, ну, например, 3D облака. Они сейчас прогрузятся. Также вы можете здесь настроить солнышко, да. Второй 0.1 с расширением второй узел. Это солнышко. Вот она, яркость и все остальное вы тоже можете настроить. Также на вкладке атмосфера, если вы выберете атмосфера первая, 0.1, первый узел, то вот у нас здесь линия горизонта. Вот оранжевый сегодня, возьмем оранжевый. До этого у нас с вами был розовый такой закат. Сейчас возьмем оранжевый цвет. Итак, обязательно я должна нажать первую вот эту вкладку, дождаться рендеринга. Пока рендеринг происходит, сейчас мы выберем и выберем пока что маленький. Посмотрим, все ли нам с вами здесь нравится. Вот смотрите, какое небо. Вот такая у нас работа. Сейчас я настрою быстрый рендеринг, full render и еще раз запущу буковку R, renders. Пока грузится, я вам покажу работы, которые делали в течение года мои ученики. Вот такой вот остров получился небольшой. Видите, как раз с водой, как мы делали с вами на прошлом занятии. Вот такой тоже кедр, дерево, облака это 2D здесь. Вот такой дракон мог получиться у вас. Видите, может он будет у вас парить в облаках, летать. Здесь вот такая планета получилась, своеобразная. Тоже в программе Тераджа. Одинокий дракон улетает. Вот тоже сделана работа. Очень долго и сложно наделалась. Видите, это у нас вид планеты Земля. Вот такой ракурс. Тоже остров. Вот такое дерево получилось у ребят. Здесь ночь, видите, остров, ночь. Здесь вот можно даже приблизить немножко. Вот видите, просто сохранили маленький рендеринг, поэтому немножко пиксельный получился. У кого-то настроение вот такое, хочется в горы, на лыжи, поэтому такую работу сделали. Вот тоже планета Земля. Вид из космоса. Сложная работа, но очень красивая получилась. Очень реалистичная. Вот тут разные деревья. Вот лес. То есть можно сделать целую экосистему. Это мы делали с учениками седьмого класса. Вот эти вот такие получились работы. Очень реалистичные уже. Тоже, видите, и отблеск тут настроили. Видите, прям так у нас съемки сверху. Вот, видите, цвет, солнышко, яркость, отблески. Небо отражается в воде с разных ракурсов. Да, работа. Ну, разные абсолютно, как вы видите. Здесь, видите, разделили воду, добавили озеро, планету увеличили. Вот такие интересные работы. Давайте посмотрим, что же у нас с вами получилось. Наша работа сегодня выглядит вот таким образом. Я жду ваших работ. Желаю хорошего настроения. И создавайте свои миры, свои визуальные картинки. Пусть будут они реалистичные. И делитесь со мной. Всего хорошего. До встречи в эфире. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok